Донецк и Луганск По информации ополчения, силовики продолжают использовать кассетные снаряды, фосфорные бомбы и реактивные системы залпового огня ГРАД. Где сейчас наиболее горячо, расскажу по порядку. Начнем с Донецка. Под удар в очередной раз попали северные районы города. Киевский, Куйбышевский, Петровский. Массированный обстрел силовики ведут из Авдеевки и Тоненького. За ночь погибли два мирных жителя. Ранения получили 9 человек. Местные уже настолько привыкли к обстрелам, что даже посреди ночи способны определить, каким из запрещенных снарядов на сей раз воспользовались украинские военные. По Донецку опять использовали фосфорные снаряды, судя по всему. И теперь от самой горячей точки последних дней. Дебальцево, так называемый котел, здесь пока не замкнулся. Но определенно армии ДНР и ЛНР делают успехи. Ополченцы практически взяли под контроль больше 10 километров трассы Е-40 на подъезде к городу. Это по сути единственная дорога, по которой силовики могут доставить помощь окруженной в Дебальцеве группировке. В ней находятся от 8 до 10 тысяч солдат и офицеров. Напомню, что сегодня утром здесь прекратили огонь, чтобы дать возможность жителям выехать из населенного пункта. Итак, восточнее Дебальцево у поселка городского типа Чернухина войска Новороссии окружили 25-ю роту батальона Киевская Русь. Это сразу 40 человек. Они пытались выбраться из котла на грузовиках и танках. В итоге потеряли несколько десятков человек. Что же касается самого поселка, местные жители по-прежнему находятся практически в заложниках Нацгвардии. Силовики опасаются штурма. В итоге минируют огороды и подъездные дороги. Продолжают страдать жители Горловки накануне украинские войска с позиций в Артемовске и Майорске. А вибрация от взрыва в Горловке ощущалась далеко за пределами города. Ополченцы отодвинули позиции Нацгвардии к северу и востоку. Теперь линия фронта находится в районе как раз с этого участка. Нацгвардия била по Горловке. Однако теперь страдают мирные районы самого Держинска. Силовики ведут обстрелы с минометов и систем залпового огня. Разрушение в частном секторе. И как минимум один мирный житель получил тяжелые ранения. Да, большое спасибо. Алексей Казанников представил последние сводки с Юго-Востока. Спасибо.